Добрый день, дорогие друзья! Я с радостью приветствую вас в светлых, теплых стенах телекомпании Думская ТВ на своей авторской программе «Достояние Одессы». Это программа, я все время неустанно повторяю и буду повторять. Это программа, как вот эти замечательные атланты с улицы Гоголя-2, помните, как они поддерживают вот этот земной шар, так и мои герои, это люди, на плечах которых держится Одесса, а иногда не только Одесса, поверьте мне. И мне очень интересно находить этих людей, встречаю я иногда их в самых удивительных ситуациях, я совсем бываю не готова, а встречаю их, и это тем более радует мое сердце. Недавно я побывала в удивительном арт-пространстве, до этого я бывала там, меня привела туда Русико, очень милая, славная женщина, которая любит искусство. И я вначале посмотрела это пространство, и не было людей, только были люди в мастерских. И я прошлась по нему, и почувствовала вкус, удивительную атмосферу этого потрясающего места. А недавно я была там, на одном из мероприятий, такое казенное слово, но тем не менее, и там встретилась с его основателем, удивительным человеком, сейчас вы в этом убедитесь. У меня в гаслях Михаил Рогов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я представляю как основателя арт-пространства «Синий краб». Все правильно сказала? Ничего не забыла? Да. Отлично. Михаил, я очень рада, во-первых, что я познакомилась с вами, и это на самом деле так, потому что вот жемчужины моей программы – это люди, которые удивительные, которые находят себя в этой жизни. И мне всегда интересна формула успеха. Я понимаю, что всем родом из детства и первая часть моей программы как раз посвящена истокам. Откуда вы такой замечательной появились, и откуда вдруг возникла у вас эта удивительная затея – арт-пространство «Синий краб»? Арт-пространство «Синий краб» – оно родилось сначала в голове. Сначала собралась определенная команда, которая поддержала и мои какие-то мысли, и мои какие-то детские мечты. И у каждого в голове, так как наша команда достаточно творческая, и она со временем менялась, росла, кто-то уходил, кто-то приходил. У каждого были какие-то свои детские мечты, свои какие-то интересные смыслы, которыми мы наделили весь этот проект с момента его основания и сейчас выпустив его в жизнь. Несколько слов все-таки о ваших истоках, о ваших детских мечтах, лично о вашем образовании, о вашей семье. И вот я понимаю, что вот это вот ваше пространство в вашей жизни, оно тоже формировало какие-то ваши устремления. Я же понимаю, что вы абсолютный технарь по профессии. Да, я технический человек, и, ну, может быть, истоки такие. То есть в городе моего детства, всегда попадая в центр Одессы и гуляя по его улицам, я всегда удивлялся и всегда восхищался архитектурой старой Одессы. Раньше дома всегда имели название. Люди дарили, люди построившие эти дома, меценаты города, старожилы города, они дарили своим домам свои имена. И мы их знаем по именам, эти дома очень много. Сейчас Одесса превращается в коробки с номерами, к сожалению. А город Одесса, старый город, это всегда были именные улицы, именные дома. Люди уходили, люди приходили, строили, дарили городу свою архитектуру, свои мысли, уходили в небытие, а дома оставались, их история оставалась потомком и сформировала Одессу как культурный, как арт-кластер, кластер ремесленников, интересных людей, интересных профессий. Вот это вот и есть настоящие жемчужины. Да. Именно они, именно эти дома. Я понимаю, что вы получили строительное образование, закончили нашу Академию строительства архитектуры, тогда это был институт, да? И вот эта ваша профессия сейчас вам пригодилась очень сильно, я так поняла. Да, это профессия, которую я выбрал после окончания школы. К сожалению, после окончания института, это были 90-е годы, строить было нечего. Лихие. Лихие годы. По специальности не удалось ни устроиться, ни сложить свою жизнь со строительством. Но сейчас, по прошествию 15-20 лет, все-таки есть интерес к инженерному делу, к металлическим конструкциям, к интересным инженерно-строительным проектам, к архитектуре. Вот тут мы сейчас перейдем ко второй части моей программы. Я просто хочу больше времени уделить именно этому и поговорить о том, как рождалось это пространство. Потому что это вот, понимаете, удивительное место, которое видно, оно дышит. Каждый камень в нем несет какую-то информацию, несет какую-то удивительную ауру и ощущение, что ты находишься в аутентичной атмосфере. Вот как возникла идея именно самого этого пространства. Я знаю, что вы много путешествовали, вы смотрели по миру лофтовое пространство в самых удивительных уголках мира. И я понимаю, что вот это ваше коллективное, я понимаю, творчество, оно все-таки зиждется на каких-то образцах того, чего бы вы хотели, того, что бы вы хотели. Здесь у нас воспроизвести нового, потому что Одесса, она же вот та старая, а сейчас есть Одесса новая. И новое пространство, оно абсолютно не определено в рамках языка современного, а вот гордистого, постмодернистского, какого угодно. И вот вы создали такое пространство в Одессе почти, что я даже сейчас быстро не припомню, как возник вот этот самый удивительный дом. Где? На месте чего? Вдруг пересыпь? В мире существует такой термин «жентрификация». Это организация пространств в старых районах, которые уже потеряли свой смысл. То есть в городах-миллионниках по всему миру происходит какая штука? Старые кластеры, старые промышленные центры реконструируются, ревитализируются с целью придания этим кварталам нового облика и нового смысла. Вот. И первые, кто туда заходит, это арт-кластеры. Всегда. На 70-80% это всегда первые заселяются в эти старые кварталы артисты, ремесленники, скульпторы. Они самые чуткие. И они вокруг себя начинают раскручивать этот маятник. Пространство. Да. И вокруг них всегда, как точка от циркуля, начинает идти волна арта, интереса к этому месту. Начинают в этот квартал заезжать жители с более социальным повышенным уровнем. И квартал оживает. Это опыт Нью-Йорка, Москвы, Северной Америки, Лондона. Единственное, что в Одессе это только начинается. А в этих центрах это уже опыт 30-40-летней давности. Поэтому Переса. Переса всегда изначально была ремесленным районом. Районом артельщиков, районом интересных профессий. Со времен старой Одессы там организовывались заводы, фабрики по производству различных изделий. Вселились люди различных профессий. Во времена Советского Союза там организовывались заводы, строились фабрики. Большевик, фабрика искусственных, КОШ, ЗОР, лакокрасочное предприятие. К сожалению, большая махина рухнула. И кварталы начали умирать. И сейчас Переса для Одессы это такая находка. То есть это как раз место, в которое скоро придут изменения. И мы начинаем, мы стоим на пороге этих изменений. Именно начали их. Да, мы начали. Мы, не побоюсь этого слова, первые, кто увидел в Переса этот потенциал. Мы взяли старый пробковый цех, фабрику по производству пробки. И на ее основе попытались создать маленькую модель в миниатюре. Такую визитную карточку для того, чтобы показать и инвесторам, показать людям то, что это возможно. И организовали такое арт-пространство, в котором пришли и художники, и скульпторы, и люди инженерного дела, столяра, металлисты, люди различных профессий. И как сарафанное радио, как в Одессе все это начало раскручиваться, раскручиваться. И за два года мы обросли невероятным числом резидентов, людей интересных, менторов, которые готовы дарить людям свои знания, свои умения. Итак, вы пионеры. Замечательное слово. Первое. Настоящие пионеры. Ну да. Основатели, осваиватели чего-то нового, нового пространства. Удивительного. Кстати, хочу сказать. Это место, когда вы едете по Приморской, да? И сворачиваете вот в сторону пересыпи. Вот на самом углу вы увидите удивительное здание, которое потрясающе вот вписывается в этот контекст окружающий и в то же время привлекает, выделяется среди всего однообразного весьма пейзажа. Это очень удивительно. Я знаю, что вы построили этот дом. Там удивительные кирпичи. Я просто рассказываю тем, кто захочет, придет посмотреть. Там каждый этаж имеет свои кирпичи. Причем это поскольку лофтовое пространство. Я трогала их. Они несут замечательную энергетику. Расскажите мне, как вот само строительство произошло этого всего? Воссоздание пробкового цеха в арт-пространстве. Строительство проходило долго. Была найдена какая-то синергия с архитектором. Наш архитектор закончил строительный институт так же, как я. Он тоже одессит. Поэтому нам было очень просто с ним работать. Мы спорили. Долго находили какие-то пути соприкосновения. Но, в принципе, все получилось. Красной линией по проекту идет честность формы. То есть мы строили лофтовое пространство. Мы взяли пробковую фабрику, которая уже не работала в это время. Нам надо было наделить смыслом старые пустые стены. Нам надо было воссоздать эту энергетику и вдохнуть жизнь в старые стены. Поэтому использовался кирпич, который был привезен с развалов старых фабрик. Допустим, первый этаж у нас сделан из кирпича начала прошлого века с румынской ткацкой фабрики западной Украины. Тоже ремесленный? Ремесленный. Второй этаж мы привезли кирпич из Луцка. Под Луцком разбирали старую польскую мельницу. Тоже ремесленный. На третий этаж у нас попал кирпич с Харьковского сахарного завода, который разбирали в 2017 году, построенным в начале прошлого века. Это все ремесленная энергетика, которую мы воссоздали в своем здании. К нам приходят люди и говорят, что у вас очень уютно, у вас очень энергетически интересно находиться, потому что кирпич всю свою жизнь, все свое время использования напитывает энергетику в того места, в котором он находится. Поэтому ни в коем случае у нас были предложения взять кирпич из каких-то казематов, тюрем. Категорически. Категорически нет. Мы ждали и собирали по Украине как раз ту энергетику, которая нам нужна для того, чтобы она отдавала теперь вот это ремесло, энергию людей, которые вот работали в этих пространствах. Это замечательно. И вот эта вот открытость пространства миру, ты когда заходишь, сразу ощущаешь, потому что ты все видишь, оно все настоящее, оно все теплое, оно все сделано своими руками. Я знаю, что там 80% всего ты трогаешь и ты чувствуешь энергетику тех людей, которые делали это. Я, например, очень чутко это все ощущаю. И я знаю, что у вас есть своя сверхзадача. Я знаю, что люди, которые хотят добиться чего-то в этой жизни, всегда в основе ставят не деньги, они в основе ставят задачу, деньги потом приходят. Потому что если у тебя есть идея, есть желание что-то изменить, сделать хорошее, это вопрос нравственности. Для меня это очень важный вопрос. Я знаю, что у вас есть такая сверхзадача. Я знаю, что вы хотите изменить подход и отношение людей к ремеслу, к возможности делать что-то своими руками. Моя атмоскультура тоже сделана своими руками. Мастеров. Да, это так. У нас, кстати, у нас не одна задача. Если говорить о задачах нашего арт-пространства, по пути стройки, на пути рождались новые задачи. То есть, если два года назад мы сформулировали для себя одну задачу открыть арт-пространство для того, чтобы соединить мастеров, собрать в одном пространстве квалифицированных менторов своего дела. То есть, как большая мастерская для того, чтобы люди творили свое искусство не дома, на коленке, а в хорошем арт-пространстве, с хорошей материальной базой, с инженерными инструментами. Совсем необходимым. Совсем необходимым, да. И плюс, каждый желающий попробовать мог прийти к ним, понять для себя, что ему интересно. Так как в наших школах, в наших институтах не осталось профобразования. Не осталось. То есть, человек, который хочет себя попробовать в чем-то, ему некуда прийти, негде попробовать себя в каком-то виде искусства. Например, я всегда мечтала что-то гончарное сделать, я обязательно приду к вам. И вот из глины, потому что глина — это удивительные вещи, потому что память и все это, это все глина, это все удивительно. Да. Одной из наших задач была изменить досуг сегодняшнего Одессита. Для того, чтобы ребенок, взрослый человек мог прийти в определенное место, в определенный кластер и попробовать что-то сделать своими руками. На первых порах просто опустить руки в глину, попробовать ее пластичность, почувствовать, насколько ему интересно заниматься этим видом искусства. Либо сделать первый мазок на холсте и подумать о том, насколько ему это интересно. Либо заняться каким-нибудь инженерным делом, попробовать в своих руках, что можно сделать из дерева, что можно сделать из металла. Потом то, что понравилось в каком-либо виде, развить в себе дальнейшие какие-то умения, получить мастер-класс, получить большее знания в этом процессе. Это первая задача. Вторая задача нашего центра была соединить людей, которые умеют что-то делать и производят какой-то вид искусства с конечным потребителем. Так как наши художники, наши скульпторы, они не могут все, что они сделали, реализовать, либо подарить свое творчество обывателю, показать всему миру то, что они умеют делать. Продвигать, в общем, просто говоря. Продвигать это искусство дальше. А они нуждаются в этом. И художник и не должен это уметь делать. Он умеет стоять и заниматься своим искусством, а вот люди, которые умеют это делать, во всем мире этим занимаются. Специально обученные люди, скажем так. И меня еще такой вопрос интересует. Я понимаю, что вы создали удивительное пространство, арт-простанство. Это такая еще своеобразная арт-терапия. Даже в самом деле можно прийти целой семьей. Расскажите, как возможно или есть ли у вас какая-то возможность для семей, для школьников? Открыты ли вы в этом смысле людям? Мы открыты для всех. Так? И начальный уровень не имеет никакого значения. Никакого? У нас есть по выходным целые семейные дни, когда семья, ребенок, мама, папа могут прийти к нам в центр и раствориться в нем. То есть ребенок может пойти лепить на круги глиняные изделия. Папа может пойти в инженерный центр и починить табуретку, грубо говоря. Замечательно. Да. Мама может пойти на мастер-класс живописи, либо в нашем кафе будут проводиться сейчас мастер-классы по приготовке интересной еды. Даже кухня будет? Да. Чудесно. То есть человек может найти себе все, что угодно для своих интересов. Есть ли у вас какие-то планы, какие у вас сейчас представлены специальности и что вы еще хотите, какие ремесленные специальности вы хотите развивать? На сегодняшний день у нас работает инженерная студия. Так. Студия научных чудес, где можно посмотреть и почувствовать себя юным физиком, юным химиком. Поэкспериментировать. Поэкспериментировать. Поучаствовать в опыте. Опыты. Потрясающе. Есть студия гончарная мастерская, мастерская витражная, где можно из стекла сделать различные изделия. Я видела там изделие, очень красивое. Есть художественная мастерская, есть мастерская альтернативной печати, где ребята преподают различные виды печати, в том числе старые, цианотипия, фотопечать. Открывается у нас мастерская бутафории, где преподают скульптуру и различные бутафорские предметы, скульптуры. Можно окунуться вот в этот вид искусства. Сейчас открывается студия звукозаписи, где любой ребенок либо взрослый может записать песню, сделать поздравительную музыкальную открытку, прочитать аудиокнигу. Все, что связано со звуком. Плюс открывается в нашем арт-кафе, скоро откроются курсы интересные по приготовке пищи, по арт-кулинарии. Знаете, Михаил, дело в том, что Одесса традиционно имела какие-то свои локации культурные, арт-пространства, музеи, какие-то много-много испробованные вещи, где проводятся всевозможные интересные вечера, всевозможные интересные арт-акции и прочее. И вот появилось место, которое абсолютно легло в другой, в другом, другой локации. Пересып, да, казалось бы, вот совсем не то. А я понимаю, что это то, потому что когда я приехала, вот позавчера у вас там был очередной потрясающий абсолютно вечер, куда собрались люди самые известные в мире искусства, в мире культуры, где было очень приятно видеть интереснейших художников, скульпторов, архитекторов, и они чувствовали себя как дома. Как в этом направлении я знаю, что вы работаете, и у вас есть интереснейшие планы здесь? Ну, наше место стало энергетическим магнитом. Так как люди искусства тянутся друг к другу, и у нас на нашей территории представлены маленькие хабики-кластеры по искусству. Поэтому люди, которые участвуют и причастны к этому искусству, им все равно нужно какое-то место, в котором они будут чувствовать себя как дома, где они встречаются со своими друзьями, где приходят поговорить, поделиться опытом, просто потусить, провести время вместе. Вот, и мы стали для этих людей вторым домом и местом, где можно провести, даже провести любой музыкальный квартирник, у нас собираются музыканты, провести сейшн скульпторов. Так как мы организовываем выставки постоянно и молодых художников, и более продвинутых одесских художников, и мэтров, и художников с начальным уровнем, им очень интересно вместе побыть в каком-то интересном месте, поговорить, поделиться опытом, провести время. И рождается новая идея. Я знаю, что вы еще оформляете городское пространство, вокруг вас появляются скульптуры, очень интересные. Вот тогда вы открыли новую скульптуру. Расскажите еще об этой деятельности. Я понимаю, вы еще плитку уложили новую замечательную, вы облагораживаете место вокруг. Это же эстетика, это же красота. А как можно говорить о красивом, если ты находишься в некрасивом месте? А у вас все очень красиво. У нас все очень красиво, и это еще не последняя деталь. Мы хотим вокруг себя. Мы не можем сделать красивое пространство внутри, а вокруг оставить горы мусора и дырявый тротуар. Все должно, раз мы являемся этой точкой вокруг черти циркуль, это арт-пространство, мы должны расширять вокруг себя зоны комфорта и зоны интересных локаций. Это и есть разрастание этого района. Мы находимся сейчас в самом центре, формируется арт-квартал. Я не побоюсь этого слова, что мы сейчас находимся в центре будущего одесского арт-квартала. Рядом находится одесский музей, рядом строится новый арт-квартал. Через бульвар Жванецкого у нас соединяется пешеходная дорога с Приморским бульваром. Наверное, через несколько лет мы станем хорошим арт-квартальным местом с точкой на Приморской 42, откуда начинается все самое интересное новое в Одессе. И именно к вам будут съезжаться все-все-все абсолютно автобусы туристические. Я знаю, что у вас обязательно это получится, потому что я знаю, можно открыть эту тайну, что вы хотите сделать город мастеров. Это удивительно. То есть вы хотите создать пространство, где будут проводиться ярмарки, где будут проводиться всевозможные удивительные фестивали. И таким образом на этом месте возникнет новая локация туристической удивительной Одессы. Расскажите об этом немножко. Это наша будущая цель, к которой мы идем. Своей визитной карточкой, своим синим крабом мы хотели показать городу и дать посыл инвесторам в том, что все возможно. Не все упирается в деньги и всю минутную прибыль, полученную от строительства новых домов. Очередного дома. Да, очередного дома. Запустившись полтора месяца назад, нам уже очень тесно. Очень много резидентов, очень много людей искусства уже не могут попасть к нам и иметь локацию внутри наших стен. У нас есть мечта, есть цель соединить весь арт-кластер в Одессе в одном месте. И пускай это будет город мастеров, пускай это будет реанимированный какой-то аутентичный одесский двор, в который можно будет прийти и в нем будет сосредоточение всего ремесленного арта Одессы. У нас рядом с нами есть еще одна локация, которую мы сейчас готовим как раз под инвестиционный проект под вот этот город мечты. Через некоторое время мы его покажем и пригласим в нем проучаствовать возможно людей, меценатов, которым не безразлична судьба Одессы и не безразлична судьба будущего Одессы, будущего их детей. Ну вот это как бы конкретно, наверное, не в этой передаче, но есть такая цель и мечта. Это замечательно, что вы мечтаете, потому что люди, которые мечтают, они обязательно добиваются этого всего, потому что вы очень деятельный человек. Я понимаю, что занимаясь бизнесом, ты иногда уходишь от каких-то вещей, связанных с искусством, особенно когда бизнес очень конкретный, но вы удивительно со своим коллективом единомышленников, это очень важно иметь такой коллектив, создали удивительный проект, который зажил своей жизнью, и он из вашей мечты превратился в реальность. Я понимаю, насколько это обогатило Одессу, потому что время не очень легкое, и люди не особенно активно делятся своими какими-то планами, своими мечтами. А вы поделились с Одессой этими планами, этими мечтами, вы поделились интереснейшим, абсолютно удивительным проектом, создали его и дали возможность людям посмотреть это все. Я знаю, что к вам можно прийти, потрогать все руками, окунуться в эту удивительную атмосферу. Я хочу сказать, что меня это все очень сильно обрадовало, потому что не так много сейчас радости вокруг, а вы создали эту удивительную радость, потому что, знаете, Михаил, все остается людям в конечном итоге. И все, что мы делаем, мы делаем же не просто так. Мы понимаем, что мы уйдем, а что-то останется. И вот те наши предки, они оставили для нас, морозли оставил, оставили люди удивительные. И я понимаю, что вы сделали замечательный вклад в развитие современной Одессы. И хочу сказать, что у меня есть такая прекрасная возможность. Я вот выискиваю таких удивительных людей с их делами и с их мечтами. И считаю, что именно эти люди есть настоящее достояние Одессы. Я хочу сказать вам о том, что вы, Михаил Рогов, ваш замечательный синий краб, и весь чудесный коллектив, который вы смогли объединить, являетесь настоящим достоянием Одессы. И я рада констатировать этот факт. И эту констатацию вам вручить с большим удовольствием. Спасибо. Сегодня в гостях у меня был замечательный человек, Михаил Рогов. Человек, который всегда умел мечтать, занимаясь даже самым обычным бизнесом. И более того, он человек, который умеет осуществлять, воплощать свою мечту в жизнь вместе со своими единомышленниками, что он и сделал, создав удивительное арт пространство Синий Краб. Приходите, дорогие друзья, Приморская 42. Когда вы выворачиваете на самом углу на Пересы, вы обязательно увидите удивительное здание, которое не может не привлечь ваше внимание. А когда вы зайдете туда, вовнутрь, о, поверьте, вы окажетесь в удивительном, чудесном, сказочном месте. Месте, где сбываются мечты. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова